Ситуация на газовом рынке Европы повергает экспертов в шок. После недавнего снижения цены до 990 долларов за 1000 кубов, она побила рекорд. Сейчас за это количество голубого топлива нужно отдать более 1000 долларов. Рост цен в Европе рассматривается как реакция рынка на аналогичный рост цен на газ в Азии. Ноябрьские фьючерсы на азиатский спотовый индекс SPG JKM PLATS резко выросли на 60 долларов, достигнув 1042 долларов за 1000 кубометров. Европейцы читают печальные новости не в газетах, а в счетах за электричество и газ. Они пошли осуждать власти, но у них почти нет шансов ограничить рост цен на крайне дирегулированном и конкурентном рынке. Вывод – растущее недовольство и без того обедневших избирателей во время кризиса. Точно так же надвигающееся дальнейшее обнищание из-за того, что рост цен на электроэнергию сдерживает потребление – основной двигатель европейской экономики. Власти обратились к традиционному рецепту, который выдержал испытания временем после двух кризисов этого века – потушить недовольство деньгами. Франция пообещала выплатить единовременно 100 евро 6 миллионам малообеспеченных семей. Испания пообещала собрать около 3 миллиардов евро в течение следующих шести месяцев. Италия приступила к реформе законопроектов, но на данный момент заявила о временных субсидиях до 3 миллиардов евро. Греция пообещала всем, а тем более бедным, компенсацию в размере 9 евро в месяц и льготные тарифы для государственных компаний. Португалия решила не повышать потолок регулируемых цен на электроэнергию в 2022 году, несмотря на повышение стоимости сырья для ее производства. Но власти Германии не сочли нужным вмешиваться в ситуацию. Здесь они даже обошли Британию. Британцы вышли из ЕС в январе и попали в настоящий шторм. Их цены растут быстрее, а экономика восстанавливается медленнее, чем у их европейских соседей, потому что помимо COVID поражают последствия Brexit и теперь уже дорогого газа. Европа с подозрением относится к Газпрому с тех пор, как он построил газопровод «Северный поток» в обход Украины. Несколько депутатов попросили Европейскую комиссию, по сути правительства ЕС, выяснить, не манипулирует ли Газпром ценами, чтобы ускорить одобрение «Северного потока-2», что в Германии может занять несколько месяцев. Депутаты Европарламента, в основном из Восточной Европы, опасаются сокращения добычи Газпромом и нежелания увеличить поставки на европейский рынок по существующим трубопроводам, несмотря на рост цен и очевидные выгоды. Газпром отвергает все подозрения в манипулировании рынком как абсурдные и объясняет европейцам, что им просто выгоднее доставлять газ в Азию. Кроме того, глава Газпрома подметил, что все контракты выполняются, и Россия не намерена увеличивать поставки.